Ниже приводится беседа с Карлом Хартом, заведующим кафедрой и профессором психологии Колумбийского университета. Он автор нескольких книг на тему наркотиков, в том числе и его последние книги употребления наркотиков для взрослых, которая призывает нас, цитирую, использовать эмпирические данные для руководства государственной политикой, даже если это доставляет нам неудобства. Его исследования наркотиков, в том числе тяжелых наркотиков, таких как героин и кокаин, бросают вызов многому из того, что, как мы думаем, мы знаем о наркотиках и их роли в обществе. Его главный тезис заключается в том, что наркомания имеет меньше общего с самими наркотиками и больше связана с сопутствующими психическими расстройствами, такими как депрессия и шизофрения, а также с социально-экономическими факторами, такими как безработица, неполная занятость и нехватка ресурсов в сообществе. Кроме того, он считает, что мы должны легализовать все наркотики, чтобы если люди решат их употреблять, они могли делать это ответственно и открыто, и получать помощь в случае необходимости в контролируемой и безопасной среде. Его идеи противоречивы, но в корне основаны на эмпирических данных и строгих научных исследованиях. Я не знаю, верны ли его выводы, но над ними, по крайней мере, стоит задуматься. Поэтому я прошу тебя отнестись к этим идеям непредвзятой и, как всегда, убедиться, что ты проявляешь свои навыки критического мышления при принятии решения о веществах, которые ты вводишь в свой организм. Ты свободомыслящее существо. Главный герой, если угодно, герой истории, которую ты пишешь. Так что, в конце концов, ты несешь ответственность за свой выбор. Так что выбирай с умом. Это подкаст Лекса Фридмана. Чтобы поддержать его, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими спонсорами в описании. А теперь вот мой разговор с Карлом Хартом. Я думаю, что это смело и мощно, признаться в употреблении в своей личной жизни наркотиков, которые вы изучаете в своих исследованиях, включая героин и кокаин. Так что позволь мне спросить, на что похож опыт приема героина? Что происходит с организмом? Что происходит с разумом, когда ты принимаешь его? Я принимаю МДМА, каннабис и все остальные эти наркотики тоже. Я пробовал эти наркотики. Опыт работы с телом и разумом. Я действительно не знаю, что люди хотят знать в этом отношении. Это все равно, что спросить, каково переживание оргазма в теле в уме или в каком-то другом событии, которое тебе действительно нравится. Так что я действительно не знаю, что такое люди. Так вот, для чего нужна поэзия, для описания такого рода переживания? Я имею в виду, я думаю, что учитывая МДМА, учитывая псилоцибин, в полном контексте этого может быть более полезно сказать, каковы различия в переживаниях, через которые проходит ваш разум, например, химически, биологически. Так хочется, чтобы все было строго в соответствии с биологией по сравнению с полным экологическим опытом человека. Да, видишь ли, это ошибка, которую люди совершают постоянно. Они пытаются действовать так, как будто биология является единственным фактором, определяющим действия наркотиков, а это просто не так работает. Тебе нужна окружающая среда, тебе нужна клетка, как они говорят. Если у тебя нет клетки, ты не получишь полного эффекта. И так же, как ты можешь принимать МДМА и ужасно проводить время. У тебя может быть время, когда ты станешь параноиком и так далее. А потом ты сможешь принимать этот препарат при правильных условиях, и это будет просто один из лучших моментов, которые у тебя когда-либо были. Это определенно улучшило многие мои отношения. Но у меня так же было несколько раз с МДМА, когда я не был таким милым, когда люди, с которыми ты общаешься, ты их не знаешь, ты недоверчив, и все в таком роде. Так что очень важно вложить в это контекст. Теперь мы можем говорить о лекарствах на биохимическом уровне, на биологическом уровне, и мы как бы делаем это в этой стране с таким увлечением неврологией. И это неуместный вид увлечения в том, как мы говорим об этом. Так что мы можем поговорить об опиоидах, а затем мы можем поговорить об эндогенной опиоидной системе в мозге. Мы можем поговорить о дофамине и других видах моноаминовых передатчиков и о том, что опиоиды делают с ними. И мы можем сделать то же самое с МДМА. И мы ни на йоту не приблизимся к пониманию того, какие переживания вызывают эти наркотики. Безусловно, это тот опыт, к которому мы все стремимся. Ты понимаешь, о чем я говорю? Так что получение положительного опыта или получение отрицательного сильно зависит от окружающей среды. Сильно зависит от нее. Но окружающая среда, это очень короткое слово, которым можно описать многое. Так ты бы сказал, что окружающая среда важна? Те ли люди, где ты сейчас находишься в своей жизни? Или это также зависит от полной траектории твоей психологии, твоего жизненного опыта, твоих родителей или людей, с которыми ты вырос, от травмы, которую ты пережил, от надежды, мечтаний, которые были разрушены или нет, или наоборот, или уровни успеха, или все эти вещи. Например, что это за интересный ландшафт переживаний, который влияет на то, что ты на самом деле чувствуешь, когда принимаешь наркотик. Прямо сейчас. Все эти вещи важны, но знаешь, как если бы у кого-то была травма в детстве, и он сделал свою работу и справился с ней, в данном случае это не так важно. Но если они не справились с этим, и эта травма провоцируется именно в этот момент, тогда это важно. Но давай просто возьмем кого-нибудь вроде меня. Мне 54 года. На самом деле в этом месяце мне исполнится 55. И ты знаешь, я проделал большую работу с точки зрения того, чтобы понять, кто я такой, и мне комфортно с самим собой. И я знаю, как устанавливать границы для всего, что я делаю. И поэтому я знаю, что мне нужно тренироваться. Я знаю, что мне нужно хорошо питаться, я знаю, что мне нужно хорошо спать. Я знаю, что мне нужно быть в окружении людей, которым я доверяю. И тогда, если все эти вещи будут выполнены, о, скорее всего, это будет хорошее время. Ты понимаешь, о чем я говорю. Но если я не выспался, если я не позанимался спортом, если я плохо себя чувствую, это будет неподходящее время. Но я стараюсь быть ответственным и заботиться о своих привычках в еде сне, следить за тем, чтобы мои обязанности выполнялись. И поэтому, когда я нахожусь в таком моменте, я просто наслаждаюсь этим моментом. Я там. Я не думаю о счете, который я не оплатил. Я не думаю о том, что я забыл сделать это для своего ребенка. Я не думаю об этом, потому что обо всех этих вещах уже позаботились. Если о них не позаботятся, это повлияет на опыт, и это может негативно сказаться на нем. Это нелогичный, даже противоречивый вывод из твоей недавней книги. Так что мы должны как бы сказать, я знаю, тебе это кажется очевидным, но я думаю, что многие люди, услышав это, подумали бы, что это совершенно не очевидно. Итак, в твоей новой книге «Употребление наркотиков взрослыми», которую ты пишешь для раздела «Выводы», я обнаружил, что преобладающие эффекты, вызываемые лекарствами, обсуждаемыми в этой книге, являются положительными. Не имело значения, был ли наркотик, о котором шла речь, каннабисом, кокаином, героином, метамфетамином или псилоцибином. В подавляющем большинстве случаев потребители выражали чувство большего альтруизма, сочувствия, эйфории, сосредоточенности, благодарности и спокойствия. Они также испытали улучшение социальных взаимодействий, отличное чувство цели и смысла, а также возросшую сексуальную близость и производительность. Это созвездие открытий бросило вызов моим первоначальным убеждениям о наркотиках и их эффектах. Мне внушали предвзятые отношения к негативным последствиям употребления наркотиков, но за последние два с лишним десятилетия я приобрел более глубокое и тонкое понимание. Эти слова очень противоречат здравому смыслу многих людей. Я думаю, как ты также упоминал в книге и в других местах, люди пришли к выводу, что, возможно, псилоцибин, это наркотик одного размера, может быть, Холст когда-то был наркотиком. Но ты также упомянул другие наркотики, такие как кокаин, героин, метамфетамин. Ты можешь просто задержаться на этом моменте? Как мы получаем положительный эффект от этих лекарств, и почему в средствах массовой информации и в общем представлении, которое у нас сложилось об этих лекарствах, говорится, что они должны были ухудшить плохую жизнь или разрушить хорошую жизнь? Итак, твой первый вопрос был таков. Как нам использовать положительные эффекты? Как нам увеличить вероятность получения положительных эффектов? Опять же, как я уже сказал, мы хотим быть уверены, что люди ответственно исправляются со своими обязанностями. Убедись, что они хорошо питаются, спят и занимаются физическими упражнениями. Все эти вещи играют важную роль. А также, если они точно знают, что получают, и тогда у них нет паранойи по поводу того, что это что-то загрязненное каким-то фальсификатом, это в моем препарате. Значит, ты хочешь убедиться, что точно знаешь, что у тебя есть. Как только ты удовлетворяешься такого рода вещам, ты понимаешь дозу и эффективность, ты понимаешь все эти вещи. Чтобы уменьшить любое беспокойство, которое у тебя может возникнуть по поводу самого вещества, это увеличивает вероятность того, что у тебя будет лучшее время. Значит, тревога — это очень сильно. Тебе нужно избавиться от нее. Тревога — это очень важно. Она огромна. Многие негативные эффекты, которые мы наблюдаем при употреблении наркотиков, связаны с тревогой, и не обязательно с тревогой, потому что ее вызвал наркотик. Это тревога, которую часто вызывала ситуация. А потом ты спрашиваешь, почему это звучит нелогично? Почему СМИ сообщают по-другому? Ведь есть деньги на то, чтобы сообщать почти исключительно о негативных последствиях. Подумай о том, чтобы написать газетную статью. Очень легко напугать население чем-то вроде опиоидного кризиса, передозировки, и вам даже не нужно объяснять людям, как обезопасить людей, если вы говорите о передозировке. Тебе даже не нужно говорить, почему люди умирают от передозировки. Подобные передозировки в нашей стране случаются в основном потому, что люди получают зараженные наркотики. Потому что люди комбинируют седативные средства и не знают, что это усиливает угнетающее дыхание действия наркотиков. Они не знают, но когда ты читаешь эти газетные статьи, они этого не говорят. В них не говорится, как обезопасить людей. Все, что они делают, это пугают население. В этом есть деньги. И тогда мы думаем о людях, которые пишут телешоу, о людях, которые пишут фильмы, большая часть того, что написано о наркотиках, просто чушь собачья. Я думаю о том, что мне нравится смотреть на комиков и комиков, когда они говорят о наркотиках, опять же большинство вещей, которые они говорят о наркотиках, чушь собачья. Ты можешь говорить самые глупые вещи о наркотиках, и тебе поверят. Ты можешь написать фильм, и тебе даже не придется развивать своих персонажей, если ты добавишь наркотики в смесь, ты скажешь, он наркоторговец. Тебе не нужно ничего говорить о происхождении этого человека или о том, что этот человек развивается как персонаж, потому что население думает, что оно знает. А писатель ленив и не занимается никаким развитием. Просто подумай о чем-нибудь. Давай подумаем, например, о Сопрано. У них выходит новая программа, так что давай подумаем о них немного. Сопрано — это шоу, в котором главный герой Тони убивает людей, чтобы заработать на жизнь. Ведь это то, чем он занимается, верно? Этот персонаж действительно проникся к нему сочувствием, когда он порочит и порочит своего племянника Кристофера за употребление наркотиков. И мы испытываем сочувствие к Тони, персонажу, который только что кого-то убил, который ужасный человек, но быть наркоманом еще хуже. И это то, во что шоу хочет, чтобы мы поверили. Тони расист-убийца и все такое прочее, но мы испытываем к нему сочувствие. Но мы не испытываем сочувствие никому, кто употребляет наркотики. Это какое-то безумное дерьмо. И американская общественность покупается на это. Это дико для меня и то, что мы все купились на это дерьмо. И это то, что мы делаем, черт возьми, во всем, что снимается в кино, на телевидении. И это похоже на то, что с вами людьми не так? Так, почему же больше нет истории о взрослых, употребляющих наркотики? Полный спектр наркотиков, о которых мы говорим. Почему этого нет? Итак, мы поговорили в автономном режиме о Джорогане. Он из тех, кто начал курить травку позже в жизни, и это интересная история, например, когда он уже очень успешен. И у него есть очень интересный способ описать свой опыт употребления травки, что это было похоже на повышение продуктивности. На самом деле, я думаю, он говорит, что это немного увеличивает тревогу таким образом, чтобы это было продуктивно как паранойя, а не тревога. И так вот, это интересная история взрослого, рассказывающего об использовании травки в целях повышения производительности. Но такие истории попадаются не очень часто. Почему? Я думаю, что страх, люди боятся, что их принизит, отвергнут. Все это как наркоманы или что-то негативное. Но каннабис это легкий вес, давай же. В наши дни ты можешь признать каннабис. И тот факт, что я не знаю, когда Джо начал это делать, но если он начал позже в жизни, это круто. Ты взрослый, развитый. У тебя развелись некоторые навыки ответственности, все в таком роде. Это хорошо. Ты же не хочешь, чтобы люди в молодости и незрелости совершали какие-либо поступки, которые могли бы навредить им. И поэтому мы хотим, чтобы люди были, по крайней мере, развиты. Будь то отношение с партнером или вождение автомобиля, все эти вещи могут быть потенциально вредными, но чрезвычайно полезными, если ты достаточно ответственен, чтобы справиться с ними. Ты хочешь, чтобы люди были зрелыми, так что это хорошо. Так как же ты должен, как кто-то вроде меня, кто-то вроде Джо, как ты должен понимать, в чем заключаются опасности, каковы негативные последствия. Итак, ты сказал автомобильные отношения. Я думаю, что у меня есть разумное, пусть дерьмовое, но разумное понимание всех проблем, с которыми я могу столкнуться в отношениях, и того, чего следует избегать. То же самое и с вождением автомобиля. Я понятия не имею. Я нахожусь в неведении относительно того, с какими вещами следует быть осторожным, чего следует избегать при употреблении наркотиков, когда мы говорим о тяжелых наркотиках. Ты когда-нибудь употреблял алкоголь? Да. Это правда. Я спешу, я знаю, что много выпил. Но я понимаю, что поскольку я вырос в культурном плане, меня многому учили, это то, чего ты не делаешь, и это то, что ты делаешь. Да. Это когда ты много пьешь. Ты видишь эффект, ты видишь. Есть много негативных примеров, есть положительные примеры социального стимулятора. Есть примеры того, как великие художники употребляли алкоголь, чтобы вроде как, я не знаю, помочь стать катализатором этого волшебного момента, ну вы знаете всего этого. Я не знаю, у меня сейчас есть несколько примеров, особенно в Америке, то же самое с травкой. Все больше и больше ты начинаешь получать много историй о психоделиках разных видов. Есть псилоцибин, где у вас есть грибы или даже мдма, используемые вроде как позитивно. В прошлом было что-то вроде негативных историй о кислоте, о том, что Элисда использовался в конечном счете для продуктивных целей, например, для продуктивных целей. Но это разрушало человека. Примерно так и происходит. Это было похоже на компромисс. Ты берешь и спрашиваешь, в чем дело, Роберт Джонсон продал свою душу дьяволу, чтобы научиться играть на гитаре, как будто это компромисс. Ты мог бы принять наркотик, ты создашь что-то хорошее, но тебе не придется за это платить. Вот такие истории. Это какая-то чушь, которую мы рассказываем детям. Давай же. Это совершенно правильно. Ты совершенно прав. Эти сказки, эти поучительные истории, которые мы рассказываем людям, мы должны повзрослеть. Вот о чем эта книга. Употребление наркотиков для взрослых. Мы говорим людям, Пиноккио, если ты лжешь, у тебя вырастет нос. Кто в это верит? Кто верит, что существуют сказки? Но это именно то, чем эти истории являются. Они написаны в том же духе, что и такого рода истории, как Пиноккио. Как ты сказал, когда ты узнавал об алкоголе, тебе говорили, что делать, чего не делать и так далее. То же самое может быть верно и с МДМА, и с кокаином, и с героином. То же самое верно, потому что бывают моменты, когда у тебя есть некоторые потенциальные опасности, которых тебе следует избегать. И я написал о некоторых из них. Конечно, в моей работе, просто во всех моих работах, я говорю о таких вещах, и другие люди говорят об этих вещах. Проблема в том, что мы получаем образование из дерьмовых источников, от людей, которые верят в такого рода штуки с Пиноккио. И это просто не вяжется с доказательствами и доказательствами, которые мы все публикуем в научной литературе. Все эти вещи, о которых я говорю, есть в литературе. В таком месте, как Колумбия, мы даем эти лекарства тысячами доз каждый год. Ты думаешь, мы стали бы это делать, и мы делаем это с помощью государственных исследовательских грантов, которые финансируются за счет долларов налогоплательщиков. Ты думаешь, нам разрешили бы это делать, если бы эти лекарства были такими опасными? Это просто чушь. И лекарства, о которых мы говорим, все они одобрены для медицинского применения где-то в мире. А исследования, которые ты проводишь, в основном задают какие вопросы. Таким образом, ты принимаешь полный спектр наркотиков, о которых мы говорим, от марихуаны до псилоцибина, мдма, кокаина и героина. На что направлены исследования? Например, каков реальный опыт, каковы положительные и отрицательные эффекты опыта на препарат в условиях контроля? Да, поэтому мы проводили такого рода эксперименты с алкоголем, никотином, всеми этими наркотиками, чтобы иметь эмпирическую базу данных, чтобы точно рассказать людям, что эти наркотики делают, а чего нет. Условия, при которых лекарства будут давать положительный эффект, условия, при которых лекарства с большей вероятностью будут давать отрицательный эффект. Вся эта информация важна для того, чтобы общество ее знало. И мы действительно знаем, и именно поэтому мы собираем данные. Мы собираем данные, чтобы помочь нам в лечении, если у кого-то возникнут проблемы с этими данными. Надеюсь, мы поймем больше о том, как помочь им справиться с их проблемами, основываясь на некоторых исследованиях, которые мы проводим. Так, какого же рода негативных последствий мы ожидаем, например, с какими свойствами лекарств нам следует быть осторожными, это вызывающее привыкание свойства, насколько это вызывает привыкание, насколько разрушительно или болезненно, каковы бы ни были процессы отмены. На какие вещи мы обращаем внимание? Да, это определенные вопросы, которые мы, безусловно, задавали. Потому что это похоже на что-то вроде крика кокаина по сравнению с алкоголем или героином, когда дело доходит до избавления от физической зависимости. Как и у кокаина, симптомы отмены очень ограничены. Это трудно понять. То же самое можно сказать и о метамфетамине, но с героином вы, конечно, можете увидеть синдром отмены, который вызывает неудовольствие, это неприятно. Но с алкоголем эта ломка действительно может убить вас. Героин – это неприятно и неприятно, но при алкогольной абстиненции это самое опасное. На все подобные вопросы мы хотим знать ответы. И поэтому, когда мы думаем о героине или каких-то других наркотиках, ты спрашиваешь, какие негативные последствия. О негативных последствиях мы мало говорим в обществе. Главное, что меня действительно беспокоит, как и употребление героина, это запоры. Так что если люди употребляют героин регулярно, а затем у них наблюдается своего рода замедление перистальтики кишечника, у них, скорее всего, усилится запор. И это нехорошо для твоего общего здоровья, но мы никогда не говорим об этом в этом обществе. И это, наверное, самое важное, помимо того факта, что люди получают зараженные уличные наркотики и тому подобное. И это увеличивает вероятность смерти от какого-то загрязнения или от людей, которые неопытны и смешивают героин с другими успокоительными. Это нехорошо. Но у меня огромный запор. А потом другие наркотики, негативные эффекты, такие как амфетамины, все амфетамины, они нарушают сон, прием пищи. Все эти вещи так важны для поддержания человеческой жизни. Но мы никогда не говорим об этом, потому что это не так сексуально, как та чуша, которой пишут люди вроде зависимости. Зависимость не имеет почти ничего общего с самими наркотиками. И я делаю это замечание, потому что подавляющее большинство потребителей любых наркотиков никогда не становится зависимыми. И поэтому если подавляющее большинство пользователей не становится зависимыми, тогда вам нужно выйти за рамки наркотиков, когда вы говорите о явлениях, представляющих интерес в данном случае зависимости. И поэтому, когда мы думаем о зависимости, это гораздо больше связано с нашим психосоциальным окружением, чем с самим наркотиком. Но это не сексуально. Так что зависимость это даже свойство окружающей среды, не свойство, результат окружающей среды. Это конечно может быть. Есть люди, которые страдают от сопутствующих психических заболеваний, таких как депрессия, тревога. Это конечно заложено в человеке, и это увеличивает вероятность развития зависимости. Так что это могло бы быть, дело не столько в окружающей среде, но есть люди, у которых например, есть хронические нереалистичные ожидания, наваленные на них. И у этих людей скорее всего будут какие-то проблемы с наркотиками. Есть люди, которые просто незрелы, не развиваются развив навыки ответственности, у них скорее всего возникнут какие-то проблемы, если они будут вести себя подобным образом. Есть люди, которые потеряли работу из-за ковида, закрылись фабрики, широкий спектр вещей. И эти люди раньше пользовались авторитетом в своем сообществе. Теперь у них его нет. У этих людей могут возникнуть проблемы, связанные с наркотиками, если они будут потакать себе. Все такого рода проблемы гораздо важнее, чем сам наркотик. Поэтому они могли бы искать спасение в конкретном наркотике. В каждом из этих препаратов есть своя биохимическая особенность, и некоторые притягивают тебя сильнее, чем другие, когда тебе нужно сбежать, верно? Когда у тебя не все хорошо в жизни. Какие у тебя есть доказательства этого? У меня их нет. Потому что их нет. Абсолютно никаких. Люди говорят подобные вещи, и в этом проблема. В этом-то как раз и проблема. Видишь ли, я оперирую ограниченными личными доказательствами. Хотя это и проблема, но у нас есть научная база данных. Для этого нам не нужны личные доказательства. У нас есть. В своей книге я стараюсь изложить некоторые научные данные, чтобы люди могли понять. Это похоже на то, когда у тебя проблема с математикой, ты не хочешь, чтобы люди говорили, «Я так себя чувствую». К черту то, что ты чувствуешь. О чем говорят данные? Итак, одна из проблем с данными, так что одна из данных заключается в том, что вы проводите исследования. Это отличная исследовательская работа, но некоторые наркотики запрещены. Да. А некоторые легальны. Так что у тебя все просто. К сожалению, некоторые наркотики являются незаконными, или во что бы вы там не верили, но недостаточно данных о публичном и открытом употреблении. Это как в диком наборе данных. Было бы здорово опросить тысячи людей, и посмотреть на них в самых разных условиях, и все такое прочее, чтобы получить понимание. Я думаю, у нас есть солидная, солидная база данных, но люди просто игнорируют ее. Понял? Тем не менее, позвольте мне задать вам вопрос о легализации. Так должны ли, на ваш взгляд, все наркотики быть легализованы? Лекарства, которые ищут люди, безусловно, должны регулироваться законом и быть доступны взрослым. Поэтому, когда я говорю о наркотиках, которые ищут люди, таких как каннабис, мадма, кокаин, героин, эти наркотики, безусловно, должны быть доступны. А также некоторые психоделики, которые ищут люди. Дело в том, что некоторые люди думают, что это будет свободное падение. Эти лекарства доступны каждому. Это неправда. Я имею в виду, что так и будет, будут возрастные требования и, возможно, другие требования, но они должны быть доступны. И мы также должны поступать так же, как мы поступаем с алкоголем. Мы можем налить в бутылку достаточно алкоголя, чтобы убить тебя, но мы этого не делаем. Поэтому мы регулируем его таким образом, чтобы количество алкоголя в бутылке повышало безопасность и сводило к минимуму потенциальный вред. Мы можем сделать то же самое с этими другими лекарствами. И мы также можем сказать, хорошо, мы не будем продавать внутривенные препараты ни одного из этих препаратов. Лекарства, которые будут вводиться перорально, и я не знаю, скажем, интраназально. Опять же, способы введения в дозе, которые у вас есть в каждом блоке, могут свести к минимуму вред, основываясь на том, как вы это делаете. И мы можем это сделать. У нас есть технология, у нас есть ноу-хау. Ты действительно заставляешь меня немного задуматься об алкоголе. Так что, если бы я был на твоем месте, предположим, наркотики легализуются так, как ты описываешь, и я, Лекс, хотел бы, став взрослым, изучить некоторые из этих наркотиков. Как ты думаешь, какие существуют процедуры для безопасного и положительного исследования этих лекарств? Причина, по которой я говорю, что думаю об алкоголе, потому что я не думаю, что кроме того, что в бутылку недостаточно алкоголя, чтобы убить тебя, я не думаю, что кто-то когда-либо давал мне конкретные инструкции. Я думаю, что это своего рода сарафанное радио, и примеры того, как люди поступают неправильно. Таким образом, ты как бы получаешь это через осмос. Да. Это в основном то, что мы бы сделали? Такого рода бесплатное исследование и использование? Нет, мы должны изменить наше образование в отношении этих вещей. Давай просто примем такой наркотик, как кокаин. Кокаин – это стимулятор, и ты хочешь убедиться, что люди понимают, что им не следует принимать кокаин перед сном. И ты знаешь, если им нужно определенное количество часов сна и им нужно вставать утром, то кокаин, вероятно, не является наркотиком для тебя ночью. Конечно же нет. Конечно же не амфетамины на ночь для большинства людей. А также если ты хочешь убедиться в этом, они должны понимать, что кокаин также может нарушить твой прием пищи. Не так сильно, как амфетамины, но все эти вещи людям нужно знать, чтобы они могли правильно питаться и распределять потребление наркотиков по этим другим важным функциям. Это же та же самая человеческая жизнь. Поэтому мы должны быть уверены, что воспитываем людей. Мы не можем просто бросать людей на время, это глупо. Я должен тебе сказать, я имею в виду, что для меня, и даже учитывая твою книгу, и для людей, слушающих это, все равно все еще тяжело слышать. Что-то, о чем мы должны беспокоиться с кокаином, это то же самое, что и с кофеином. Не принимай его перед сном. И единственное, что нас должно беспокоить при употреблении героина, это запор. Да. Хорошо. Но вопросы, которые я все время хочу тебе задать, я должен задавать то же самое об алкоголе. Но когда у тебя не все хорошо психологически, как ты описываешь, когда окружающая среда не в порядке, есть какой-то аспект, в котором утверждение, что наркотики можно использовать ответственно и эффективно, и в основном позитивно, может дать этим людям пропуск, чтобы использовать их вместо того, чтобы работать над собой и исправлять свое окружение в первую очередь. Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я на это сказал. У них есть доступ к алкоголю, у них есть доступ к этому. Да. Ты знаешь, мы живем в этой стране, называемой Соединенными Штатами, где в нашей Декларации Независимости говорится, что мы вольны жить так, как хотим, до тех пор, пока мы не мешаем другим людям делать то же самое. Но для меня удивительно, как мы пытаемся контролировать поведение других людей. Это просто замечательно. Да. И это отчасти то, о чем твоя книга. Речь идет не только о наркотиках, но и о свободе. Это самая большая проблема, до которой мы не можем добраться. Это похоже на проблему свободы, а свобода сопряжена с огромной ответственностью. Я несу ответственность за своих соседей, своих братьев. Я не могу препятствовать их свободам. Как будто некоторые люди думают, что их свобода превосходит свободы всех остальных. Нет. И это то, о чем я пытаюсь напомнить людям в этой книге. Я несу ответственность перед тобой как гражданин, и мы в этом вместе. И я пытался подчеркнуть это в книге, но люди удобно игнорировали подобные вещи. Как ты думаешь, война с наркотиками принесла больше позитива или негатива для мира? Это зависит от того, в каком мире ты живешь. Война с наркотиками принесла огромную пользу правоохранительным органам, средствам массовой информации, людям, которые снимают дерьмовые телешоу, сопрано, прослушка, все эти шоу. Они извлекают выгоду из такого рода ерунды. Кто еще получил выгоду? Люди, которые оказывают лечение, многие из них выигрывают от войны с наркотиками. Люди, которые делают анализ мочи на наркотики, все они выиграли. Они зарабатывают бешеные деньги. Люди, которые управляют тюрьмами, телефонные компании, которые взимают плату заключенных. Люди, которые управляют отелями, расположенными вокруг тюрем, куда семьи людей должны приезжать и останавливаться, ресторанами, а не целуются как бандиты. Но многие из нас терпят неудачу как общество. Мы в целом терпим неудачу, но есть люди, которые просто получают старицей выгоду. Вот почему это продолжается. Политики выигрывают. Независимо от того, демократ ты или республиканец, у тебя все равно одинаковая позиция по отношению к наркотикам. Так что ты, они все выигрывают от этого. Я хочу задать тебе так много вопросов, потому что ты бросаешь вызов многим представлениям людей о наркотиках, об обществе в целом, поэтому мне трудно задавать здесь правильные вопросы. Но если бы ты мог, если бы ты мог одним щелчком пальца изменить мир, что бы ты сделал с точки зрения политики и просто, я не знаю, с точки зрения человека к человеку, что бы ты хотел видеть в Соединенных Штатах Америки? С точки зрения того, решит ли это некоторые проблемы, которые мы здесь обсуждаем? Во-первых, я бы не стал этого делать. Мы бы больше никого не арестовывали за наркотики. Это ушло бы в прошлое. Люди, которые сидят в тюрьме за наркотики, это ушло бы в прошлое. Их записи были бы стерты, это просто ушло бы в прошлое. А затем мы работаем над системой, чтобы убедиться, что ответственные взрослые могут легально получать эти вещества. И у нас будет соответствующая образовательная система, чтобы научить людей, как это делать. Именно с этого я бы начал изначально. Да, арест за употребление наркотиков или чего-либо, связанного с наркотиками, абсурден, особенно в контексте того, насколько разрушительны алкоголь и табак. Алкоголь может быть разрушительным для некоторых людей, но, честно говоря, алкоголь также является чрезвычайно полезным наркотиком, который я не смог бы пройти через многие приемы и мероприятия, которые мне пришлось пройти в качестве заведующего кафедрой без алкоголя. Да, у тебя есть строчка, которая мне очень понравилась. Огромное количество предсказуемо благоприятных эффектов лекарств заинтриговало меня настолько, что я расширил свое собственное употребление наркотиков, чтобы воспользоваться широким спектром полезных результатов, которые могут предложить конкретные лекарства. Меня развлекало вот что, выражаясь личным языком, моя должность председателя департамента с 2016 по 2019 год нанесла гораздо больше вред моему здоровью, чем когда-либо употребление наркотиков. Существует стандарт, по которому мы лечим наркотики, определенные виды наркотиков, который совершенно отличается от стандарта, по которому мы лечим все остальное в нашей жизни. Да, почти трудно вырваться из него, когда я слушаю тебя и читаю твою работу. Это трудно, потому что я спрашиваю себя, почему все живут с этой идеей, что одни наркотики настолько ужасно разрушительны, а другие нет, и мы просто как бы исправляем эту идею, а затем идет это повествование. Мне бы не хотелось быть таким циничным, чтобы думать, что существует просто система, которая просто распространяет повествование. Я всегда думаю, что правда побеждает. Правда это лучшее повествование. Я тоже в это верю, очевидно. Вот почему я здесь и подвергаю себя такого рода критике и так далее. Но потому что я верю, что правда в конечном счете вышла наружу, но я могу ошибаться, но я должен жить так, как будто это правда. В противном случае у меня нет надежды. Тогда зачем быть здесь? Вроде того, если ты можешь украсть человека, или хотя бы проявить уважение к критике. Ты, я уверен, получил немало критики за свою работу. Я слышал довольно много критики БиЭс, что-то вроде невежественной чепухи, которая на самом деле не обращает внимания на твою работу. Но есть ли что-то серьезное, есть ли какой-то отпор, который заставляет тебя дважды подумать? Люди говорят, я представляю слишком радужную картину наркотиков, знаете, типа, я не хочу этого делать. Или я не хочу, чтобы люди думали, что я не осведомлен о потенциальных негативных последствиях любой деятельности, включая утребление наркотиков. И поэтому я признаю, что существует потенциальный вред, связанный с наркотиками. Я признаю это в книге. Но факт остается фактом, полезные эффекты намного перевешивают потенциальные вредные последствия. И у нас есть технологическая информация, которая поможет людям свести к минимуму вероятность этих негативных последствий. Но такой подход, который у нас есть, когда мы говорим, что представляем исключительно вредные последствия, и это должно сделать людей безопасными. У меня просто проблема с этим. Но я, конечно, понимаю, что люди говорят о негативных последствиях. Абсолютно. Я абсолютно согласен. Что ты скажешь, если я могу просто поговорить о конкретных наркотиках, в чем разница между опиоидами и бензосом, например? В частности, это наркотики, о которых ты часто читаешь, что ими злоупотребляют в больших масштабах. Злоупотребление, это проблема, не так ли? Да. Независимо от того, что это за наркотик. Да. И это на самом деле то, к чему ты стремишься, это образование, и оно должно быть, оно должно быть законным, и должно быть хорошим. Так что люди должны знать, в чем разница между правильным использованием, позитивным использованием и неправильным использованием. Один общественный деятель, который прошел через это, Джордан Питерсон, он публично рассказывал о своей борьбе за то, чтобы избавиться от бензина, о ломке, которую он переживает. Что ты думаешь о злоупотреблении бензосом или опиоидами и так далее, об эпидемии, о которой люди говорят? Да, я не знаю конкретного случая Джордана, но, конечно, с бензодиозепинами в целом мы говорили об абстиненции ранее. Когда я сказал, что при абстиненции от алкоголя вы можете умереть, так что бензос и алкоголь тесно связаны. Так что абстиненция от бенза тоже может убить тебя, так же, как и алкоголь. Поэтому, когда мы думаем о эффектах, которые производят бензодиозепины, думая о эффектах, которые производят алкоголь, они сравнимы или схожи. И поэтому я знаю, что трудно отучить себя от этого, если у тебя развивается зависимость, но у нас есть протоколы для этого. И я надеюсь, что с ним все в порядке. Интересно, что ты говоришь, что у нас есть протоколы для этого, но насколько я понимаю, эти протоколы не стандартизированы. Такое ощущение, что многие врачи не так полезны в этом процессе, как могли бы. Похоже, тут какая-то неразбериха. Конечно, при абстиненции они более стандартизированы, чем что-либо другое. Так что если кто-то переживает алкогольную абстиненцию, существует стандартный протокол, которому следует большинство врачей в этом бизнесе. И то же самое верно при абстиненции бенза. Но самое непонятное, это когда они лечат саму зависимость. Поэтому, когда ты думаешь о расстройстве, связанном с употреблением психоактивных веществ в ДиЭМ, не только об абстиненции, но и о зависимости в целом, вот где у вас есть такого рода расхождение или разнообразие в подходах. И многие из этих подходов — чушь собачья. Ты не мог бы просто пояснить, например, технически, что означает термин «зависимость», который ты имеешь в виду? Когда я использую термин «зависимость», я имею в виду диагностическое статистическое руководство Американской психиатрической ассоциации, сейчас номер пять, ДиЭМ-5. Это никогда не было ошибкой, верно? Я просто шучу, ты абсолютно прав. Это хорошо понято. И ты хочешь сказать, что их определение расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, это зависимость, вот о чем я говорю. Но это определение продолжает развиваться. Так что ты прав, они все еще работают над этим. Мы получаем новую информацию из научных исследований и так далее. И поэтому она должна быть включена в ДиЭМ. Но с ДиЭМ есть некоторые проблемы. Как, например, у них тоже есть что-то вроде «один раз наркоман», «всегда наркоман», и нет никаких доказательств, подтверждающих это. Но это развивается, и это определение используют люди в науке и медицине. И поэтому мы все знаем, что говорим об одном и том же языке, когда называем кого-то пациентом с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, или кем-то, кто соответствует критериям зависимости. Мы все говорим на одном и том же языке. Мы не говорим, что просто потому, что этот человек употреблял героин, он наркоман. Мы не это имеем в виду. Ты должен соответствовать этим критериям там, где у тебя есть нарушения в твоем психосоциальном функционировании. Это одно из них. И во-вторых, ты, человек, огорчен этими нарушениями. Поэтому люди должны соответствовать этим двум основным критериям, прежде чем мы скажем, что они зависимы. Так что раз наркоман, значит он всегда наркоман, это идея. Так что у меня есть, что-то из этого всегда сопоставляется с личным, верно? Но у меня есть только люди, с которыми я общался, которые боролись с алкогольной зависимостью, я не знаю, как правильно это назвать. Похоже, что в случае с анонимными алкоголиками, процесс избавления от этой зависимости очень-очень долгий процесс. Мне это показалось удивительно долгим. Кажется, что прошла почти целая жизнь. Как будто это не всегда зависимость, но кажется, что на это уходит десятилетия. Что это такое? Что? Может быть, ты можешь просто исходя из твоего понимания как ученого, из твоего понимания как человека, который изучает человеческую природу. Почему так долго лечиться, чтобы справиться с этой зависимостью? Ты цитировал анонимных алкоголиков, верно? И поэтому я не думаю об анонимных алкоголиках, как о лечении, на которое я бы отправил любого родственника, например, по поводу проблем, связанных с наркотиками. Я думаю, что анонимные алкоголики, а действительно хороши для социальных взаимодействий, убедившись, что у людей есть социальная группа и у них есть сверстники. Это хорошо. Мы все нуждаемся в таком социальном взаимодействии. Но я не думаю, что они много знают о наркотиках. Это не то же самое, что сказать, мой дядя сломал колено, и у него есть группа поддержки, и они сказали это, а затем мы следуем этому. В этом нет никакого смысла. Но в нашем обществе судьи даже приговаривают людей к посещению анонимных алкоголиков. Ты что, издеваешься надо мной? Но именно таким вещам было позволено происходить в этом обществе, потому что мы думаем о наркотиках как о моральном падении, или о наркомании как о моральном падении. А ведь любой идиот может обеспечить лечение. И никакого неуважения к А, потому что я думаю, что то, что они делают, намного больше, чем то, что делают некоторые люди. Потому что, по крайней мере, у них есть эти социальные взаимодействия. У тебя есть социальная группа. Это лучше, чем то, что делают многие другие идиоты здесь. В этой группе социальной поддержки, не связанной с наркотиками, это помогает вылечить некоторые проблемы с окружающей средой, с которыми ты можешь столкнуться. В этом все дело. Абсолютно. Таким образом, мы как бы связали препарат с окружающей средой, но реальность такова, как ты утверждаешь, большинство проблем исходит от окружающей среды. Конечно, с людьми, которые испытывают проблемы, связанные с наркотиками, с большинством людей, не со всеми, но с большинством. Есть различия между психоделиками и псилоцибином по сравнению с алкоголем. Лично я думаю, что получил удовольствие от обоих переживаний по-разному. Возможно ли это или это так, мы входим в царство поэзии, чтобы описать преимущества, например, как это изменяет, как различные наркотики изменяют разум и куда это может привести вас, что дает положительный опыт. Да. Нет, это очень реально. Как будто некоторые наркотики уводят людей туда, куда другие наркотики не могут. И это очень реально. У меня есть друзья, некоторые из них, вы знаете, они, например, говорят, что у них никогда не было опыта, подобного тому, который у них был с Айхуаской. И они делали много разных вещей. Но они делали Айхуаску в обстановке с шаманом и этой группой. И они чувствовали, что действительно начали исцелять или решать некоторые проблемы, которые пытались решить в течение нескольких лет. И это здорово. Это здорово для них. И ничто другое не делает этого для них так. И это совершенно фантастично. Все, что я утверждаю, это то, что если подобное происходит с тобой с Айхуаской, с псилоцибином, с каким-то другим психоделиком. Почему невозможно, что героин делает это для кого-то, или кокаин делает это для кого-то другого, или мдма делает это для кого-то, и все тут. Интересно представить себя шаманом за героином. Почему бы и нет? Или кокаин, ты сказал, что создаешь для себя среду для употребления этих различных веществ. И эта среда оказывает очень сильное влияние на реальный опыт, который ты получаешь. Но я имею в виду, что кокаин это то, что нужно, и то, и другое. Да, то, как мы определяем наркотики как повышающие и понижающие, это действительно немного неуместный способ, но это быстрый способ. Но поэтому мы, конечно, говорим, что кокаин это повышающие или стимулирующие средства. Да. Но ты же знаешь, это зависит от активности человека до того, как он примет наркотик. Скажи, например, если ты действительно активен перед приемом такого наркотика, как кокаин, это может тебя успокоить. Так что все зависит от активности человека до того, как он примет наркотик. Я помню, я не знаю, знаешь ли ты, что такое Мэтью Джонсон. Конечно. Он проводил все эти исследования, или я помню, что просто читал статью. У меня не было возможности подробно поговорить с ним об этом, но речь шла об использовании презервативов и кокаина. И еще что, например, дозы и более или менее вероятны ли люди. Например, небезопасно использовать или не использовать, я думаю, презервативы при половом акте. Я не знаю, мне просто нравится, что эти наркотики, которые имеют коннотацию, вероятность за Голливуда, негативную коннотацию, на самом деле изучаются наукой и фактическим воздействием, которое они оказывают, и каковы негативные последствия. Опять же, в этих исследованиях часто положительные эффекты трудно подаются количественной оценке, я думаю. Может быть, я догадываюсь, что ты можешь это сделать по самоотчету и так далее, но нравится. Положительные эффекты нетрудно оценить количественно. Если спросить людей об их эйфории, то можно увидеть, насколько хорошо люди ладят. Как и в наших исследованиях, у нас иногда есть люди в группах, и вы видите, насколько хорошо они ладят при различных состояниях, связанных с приемом лекарств или плацебо. Это действительно не так уж сложно. И тогда ты сможешь увидеть эти удивительные исследования с участием Рика Доблина. Например, изучение МДМА в сочетании с терапией, например, как вы можете преодолеть определенные явления ПЦР или депрессию и так далее. Да, это действительно интересно. Это действительно интересно. Я должен спросить тебя, потому что ты упомянула про слушки. Как ты думаешь про слушка, как ты думаешь, фильмы вроде транспортинга, как ты думаешь, они в конечном счете разрушительны. Потому что окей. Да, они празднуют убийство, верно? Немного крестный отец. Да. Но. Еще одно. Это похоже на этих ублюдков-расистов, и они тоже убивают людей. Но все же они говорят, что мы не употребляем наркотики. Что это за дерьмо? Люди, которые употребляют наркотики, псилоцибин или что-то в этом роде. Дело в том, что мы пытаемся быть лучшими людьми и пытаемся сделать наше общество лучше. А ты убиваешь людей и порочишь людей за употребление наркотиков. Ты, блядь, издеваешься надо мной, и мы, как общество, позволяем им сходить с рук. Ты видел эти фильмы, я приношу извинения, если я недостаточно информирован. Ты рассматриваешь их как порочащие наркотики? Конечно. Крестный отец. Да, это так. Это хороший пример. И крестный отец, Сопрано, это все об этом. Кристофер употребляет героинь в Сопрано, и у них есть интервенция в одном сезоне, и они очерняют его. Ты издеваешься надо мной, ты только что отрубил кому-то голову. Да, но, честно говоря, они порочили меня, я думаю, все наркотики. А потом они пили алкоголь в Батербиме. Да, да, давай же. Во-первых, они убивают людей. Да. У них нет никакого пространства, никакого, чтобы очернить кого-то, кто просто пытается изменить их сознание. Ты что, издеваешься надо мной? И больше никого не беспокоишь. Но ты знаешь, есть много других фильмов о мафии, в которых лицо со шрамом в равной степени прославляет убийства и наркотики. Так что я имею в виду, что это не так, в нем прославляются все, а не только наркотики и так далее. Это так. Все эти фильмы. Я любил все эти фильмы. Я из Майами. Я любил лицо со шрамом. Мне даже так понравились Сопрано, что я начал смотреть на это дерьмо критическим взглядом и видеть, что оно делает. Но лицо со шрамом зависит от того, имеет ли американский зритель определенное представление о людях, которые торгуют наркотиками. И это мнение заключается в том, что эти люди по сути животные. И в конце концов животное убивает себя, употребив слишком много кокаина, и он был под кайфом, и это то, что они показывают. И поэтому это похоже на какого хрена. Так что это играет на руку не лучшим ангелам нашей природы. Вот в чем вопрос. Не отнимай у меня эти замечательные фильмы. Но это правда. Ты должен критически отнестись к ним в будущем. Довольный. Подожди, 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 подожди. Мне нравятся эти фильмы. Дело не в том, чтобы забрать их. Дело в том, чтобы заставить сценаристов быть более честными по отношению к реальности. Вот и все. Это правда. Это действительно правда. А также писатели, люди, культура, все это. Они пишут такие вещи. Я просто думаю о некоторых исполнителях хип-хопа, они говорят, это реально, это мой опыт и так далее. И вот как эти сценаристы фильмов, они пишут эту чушь, а потом говорят, это реально. В любом случае, я так расстраиваюсь, когда говорю об этом, потому что я знаю, какой вред это наносит. И я знаю, что такого рода фильмы, причина того, что у нас идет эта война с наркотиками. И все эти люди попадут в тюрьму из-за таких фильмов. В эпилоге своей книги ты цитируешь Джеймса Болдуина, ты не можешь знать, что ты откроешь в путешествии, что ты будешь делать с тем, что найдешь, или то, что ты найдешь, сделает с тобой. Позволь мне спросить, как употребление наркотиков или изучение наркотиков изменило тебя как человека. Это просто помогло мне задуматься об опыте других людей, не так ли? Так как же по-другому, как мы все связаны, например, поездка в Северную Ирландию. Я не знаю, много ли ты знаешь о ситуации с бедами и о том, через что прошли эти люди. И поэтому я вижу там людей. Северная Ирландия, кстати, вся белая. И ты видишь, что эти люди там страдают по тем же причинам, по которым страдают люди в Апалачах. пренебрегаемые политиками, которые лгали им о наркотиках и не занимались реальными проблемами, такими как, например, Западная Вирджиния, их воды загрязнены, фабрики закрыты. Люди в отчаянии и обвиняют наркотики. Ты что, издеваешься надо мной? Значит, политикам не нужно возвращать рабочие места, значит, нам не нужно действительно заботиться о том, чтобы у них была чистая питьевая вода и тому подобное. И таким образом эти люди связаны с жителями Северной Ирландии. Они связаны с жителями Браунсвилла. Они связаны с людьми в других местах Соединенных Штатов по той же причине. Они связаны с людьми в Сан-Паулу, Бразилии. То же самое. Люди попадают в ад по той же причине. На Филиппинах по той же причине. И именно поэтому я так сильно переживаю по этому поводу, потому что я знаю, что есть люди, которым платят, и их зарплата основана на порабощении и страданиях этих других людей. Поэтому, когда мы слышим о разрушительном воздействии наркотиков, это по сути козел отпущения за неспособность лидеров и политиков помочь облегчить страдания людей в этих общинах. Конечно. Так легко сказать. Я собираюсь избавить ваше сообщество от наркотиков. Я собираюсь вывести больше полицейских на улицы. Если ты хочешь, чтобы проблема не была решена, просто передай ее военным или копам. У тебя было тяжелое детство, когда ты рос в Майами, как ты и сказал. Какая память особенно выделяется, что помогло тебе стать тем человеком, который ты есть? Это так трудно, скажем, моя бабушка была действительно важна. Так что, может быть, просто она пыталась убедиться, что я мыслю критически, и это было, я думаю, самое главное. Значит, ты переехал к ней, твои родители расстались? Шесть-семь лет, да. Чему ты научился у нее о жизни? Будь самодостаточен, будь критичен, держи ухо востро и остерегайся Акидока. Вот в чем смысл всей этой истории с наркотиками. Это люди Акидока. Все действительно сводится к простой вещи. Мы все похожи в том, что все мы просто пытаемся жить своей жизнью, пытаемся заботиться о наших детях. Мы хотим лучшего для наших детей, для всех нас. Но все же каким-то образом нас заставили поверить, что в этом мы разные, но в основе своей мы все одинаковые. Так что, когда люди стремятся получить удовольствие, почувствовать себя лучше, почему бы нам не отпраздновать это? Вместо этого мы порочим людей за это. Если я чувствую себя лучше, у меня больше шансов хорошо к тебе относиться. Я все же должен сказать, что ты идешь против течения и учишься в Колумбийском университете. Нужно много мужества, чтобы так смело высказываться об этих идеях. Я не знаю, как задать этот вопрос. Где ты находишь мужество? Что, потому что это также, возможно, вдохновляет других в разных дисциплинах, которые как бы принимают общепринятую мудрость дня и бросают ей вызов? Что для этого нужно? Какой совет ты бы дал таким, как ты, которые немного боятся этого? Раз ты знаешь, ты не можешь не знать, как говорится. И поэтому я должен смотреть в зеркало. А затем, глядя в зеркало, я должен посмотреть самому себе в лицо. Честно ли я жил? А если я не могу посмотреть себе в лицо, то, что я здесь делаю? Вот как я это вижу. Одна из вещей, о которых люди на самом деле не говорят, связана с наркотиками и людьми, которые умирают от какой-то смерти, связанной с наркотиками. И я очень много думал об этом за последние пару лет. Похоже, что некоторые из этих лекарств могут привести тебя туда, где ты чувствуешь такой оптимизм и позитивное отношение к людям, нашим собратьям. И ты хочешь сделать все возможное, чтобы внести свой вклад, потому что ты знаешь возможности того, чем мы можем быть как общество. А потом ты сталкиваешься с сопротивлением, и ты, как ты говоришь, оказываешь большое сопротивление, и людям просто приходится нелегко. И поэтому, если ты знаешь, что люди могут быть лучше, а они отказываются быть лучше, зачем быть здесь тем, кто знает, что мы можем сделать это лучше? Я, конечно, не хочу делать это так, как мы это делаем. Значит, ты вроде как рассматриваешь наркотики как механизмы потенциального возвышения человеческого духа, как бы заставляющие людей чувствовать себя лучше. Поэтому ты хочешь донести это послание. Так что это плюс тот факт, что наркотики используются в качестве козла отпущения, чтобы не облегчить страдания определенных сообществ. Так что эти две вещи взаимосвязаны. Один из главных пунктов книги тоже состоял в том, чтобы попытаться заставить людей понять возможности, которые у нас могли бы быть. Если бы мы приняли определенное употребление наркотиков, если бы мы позволили взрослым делать такого рода вещи, отношения могли бы быть лучше. Широкий спектр полезных эффектов. Люди могли бы или могут научиться быть более великодушными. Все эти просоциальные вещи, которые, как мы говорим, мы ценим. В твоей предыдущей книге «Высокая цена» ты говорил о рэпе и диджействе, глава пятая. Вот хорошая фотография, на которой ты диджеешь с 1983 года. Позволь мне спросить, кто, по твоему мнению, это самый сложный вопрос в этом интервью, является величайшим хип-хоп-исполнителем всех времен? Может быть, назовешь несколько кандидатов? О, вау, кто самый великий хип-хоп-исполнитель? Я не знаю, подхожу ли я для этого, потому что, знаешь, мне нужно вернуться к Джиллу Скотту Херону, знаешь, как люди думают о нем, как об одном из отцов хип-хопа. Это мое любимое блюдо на все времена, и такие люди, как Чак Ди из Паблик Эннэми, некоторые вещи, которые они делали, я действительно копал. Но даже при том, что я копал как Паблик Эннэми, но даже они ошиблись в отношении наркотиков. Даже Гилл Скотт Херон ошибся в отношении наркотиков. Но они делали так много других хороших вещей. Это помогло мне развиться как личности. И поэтому я думаю, что мой сын теперь хип-хоп-исполнитель. Я думаю, что те люди, которые сейчас в игре, гораздо более квалифицированы, чтобы говорить о том, кто величайший хип-хоп-исполнитель. Я не квалифицировал. Эволюция, я имею в виду, ты проследил эволюцию от 90-х с Футаном, Тупаком и Биги, а затем до того, что мы имеем сегодня. Так что прогресс просто сумасшедший. Его почти трудно отследить. Да, мне действительно нравится то, что они делают. Мне нравится, как они воспринимают ту часть, где им за 40, и они становятся гребанными копами по телевизору. В остальном я копаю. В чем дело? Да, я этого не понимаю, но это то, что они делают. Опять же, это своего рода прославление полицейских, это опасно для общества. И те кошки, которые делают подобные вещи, у меня с этим проблемы. Может быть, все это для того, чтобы немного отодвинуться назад? Ведь я родом из Советского Союза, где царит огромное количество коррупции. И когда я вижу, что происходит с полицейскими в этой стране, вы можете применить много правильной критики. Но как и по сравнению с другими местами, это ну, во многих отношениях эта страна невероятна. Твоя критика относится к полицейским или к тому, что полицейских просят делать? Да, к тому, что полицейских просят делать. Копы служат щитом для политиков и тех, кто у власти. Безусловно, потому что я служил в армии. Я провел четыре года в армии и делал то, что мне говорили. А я был невежествен и думал, что поступаю правильно и делаю то, что мне велели. И точно так же, как эти ребята делают то, что им говорят. Но нет, моя настоящая проблема, это властная структура, люди, которые говорят им, что делать. А также люди, которые играют в полицейских по телевизору. Эти образы, такого рода прославления полицейских, это проблема при демократии. Да, все масштабы прославления войны с наркотиками, это проблема. Да. Если бы я мог просто задержаться еще немного с точки зрения воздействия наркотиков на позитивные, расширяющие сознание компоненты этой войны. Чему тебя научили наркотики, изменяющие сознание, о человеческом разуме? Это что-то вроде неврологии, даже не как биохимия, а просто как человеческий разум. Это удивительно, не так ли? Куда он может зайти? Есть ли какие-то идеи, которые ты узнал, изучая наркотики о разуме? Да. Могу ли я начать с нейрохимической точки зрения, а затем мы пойдем дальше? Просто с нейрохимической точки зрения. Все, что я знаю о мозге, я узнал благодаря наркотикам, из-за моего интереса к наркотикам. Итак, я узнал много нового о дофаминовых нейронах в определенных областях мозга, о нейропинефриновых нейронах, и о широком спектре других способов передачи нервных импульсов из-за наркотиков. И это действительно ценный инструмент для меня. Но потом, когда мы думаем, что немного отошли от дел, и мыслим более глобально, чему я научился с точки зрения Деми от наркотиков, я действительно научился быть более снисходительным к людям и к самому себе, и терпимым, более терпимым к людям. И, конечно, узнал намного больше о сочувствии в результате употребления наркотиков. И, как я уже говорил ранее, я узнаю, какими мы можем быть как биологический вид, и это совершенно невероятно, но из-за наркотиков. Да, у наркотиков есть определенные свойства по-разному. Они выводят тебя из твоего тела, как будто помогают тебе оценить себя с точки зрения третьего лица. Это почти похоже на то, что у тебя здесь есть сознание, и ты можешь немного выйти за его пределы. Это своего рода то, что медитация делает со всеми этими процессами. Это то, что делает чертовски хорошая тренировка. Она заставляет тебя оценивать себя, и это каким-то образом позволяет тебе быть снисходительным к себе и прощать других, своего рода сопереживать. Она тренирует эту часть твоего мозга. Так что выходи за пределы себя, не воспринимай себя слишком серьезно, вот и весь процесс. И разные наркотики делают это по-разному. Очевидно, я не знаю по личному опыту некоторых из них. Но теперь мне любопытно, вы знаете, прискорбно, что Голливуд и разные истории, которые у нас есть, демонизируют определенные наркотики, и по сути, я не знаю, затрудняют их использование. Такие люди, как я, исследуют эти идеи, но тогда я действительно благодарен таким людям, как ты, которые продвигают науку вперед и не боятся говорить о подобных вещах. Потому что я действительно очарован сознанием с инженерной стороны. Я действительно хочу создавать роботов, у которых есть элементы интеллекта, эмоций, даже сознания. А для этого нам нужно понять это в самих себе. А наркотики это то, что все различные виды наркотиков, если их использовать безопасно, кажутся невероятным инструментом для понимания самих себя. И если мы ограничиваем себя в употреблении определенных наркотиков из-за определенных политических игр, которые разыгрываются, это печально. И люди это знают. Многие представители среднего и высшего класса знают это. Незаконная торговля наркотиками, это многомиллионная индустрия, многомиллиардная индустрия, которая не может быть поддержана бедными людьми. И это так, и это должно быть поддержано большим количеством клиентов. И многие люди по всему миру знают об этом. Они прячутся в шкафу. И в книге я призываю их выйти из-под контроля, чтобы мы могли начать быть более честными и снять давление с тех людей, которые не пользуются такими привилегиями. Как я уже сказал, ты храбрый, ты смелый. Я должен попросить у тебя совета. Какой совет ты бы дал сегодняшнему молодому человеку? Старшеклассник может быть старшекурсник, колледж, думающий о своей карьере, думающий о том, как прожить жизнь, которой он может гордиться. Да, какую бы карьеру они не выбрали, просто убедитесь, что они посвятили себя ей и были лучшими в том, что они делают в первую очередь. Это то, что ты должен делать в первую очередь. Как будто люди видят, что я выступаю за эту должность. 30 лет науки – это эти мнения, это точка зрения. И поверь мне, меня бы уволили, если бы я не знал своего дела, если бы я им не был. Да, ты проделал свою работу, ты доказал, что ты настоящий. И в глазах людей, в глазах людей, которые знают. Абсолютно. Так что это главное, к чему я бы призывал людей. Действительно, знай свое дело. Если ты знаешь свое дело, то, может быть, ты окажешь услугу своим согражданам. Здесь так много людей, притворяющихся фанками, и они не знают своего ремесла, и они не служат тем людям, которым, как они утверждают, служат. И это проблема. И когда у вас будет больше таких людей на руководящих постах, ваше общество рухнет. А как насчет научного пути? Ты рекомендуешь людям получить степень доктора философии? Не обязательно, как мои собственные дети, я этого не рекомендую. Так что наука, конечно, может быть, моя наука может быть очень мелким пространством для пребывания. Но это был единственный путь, который у меня был, и поэтому я должен был это сделать. Но нет, я бы действительно поощрял людей просто делать то, что им нравится, и то, что делает их счастливыми. Потому что чем больше счастливых людей в нашем обществе, тем лучше нам всем. Хорошо, раз уж ты упомянул о счастье, я должен спросить тебя о стремлении к счастью и о нелепом вопросе о смысле жизни. Как ты думаешь, есть ли смысл в этой жизни? В чем, по-твоему, смысл жизни? Мне жаль. Я, конечно, надеюсь, что в этом есть смысл. Я, конечно, стараюсь жить так, как будто в этом есть смысл. Я действительно люблю свою жизнь сейчас. Я только что вернулся из Женевы. Я провел лето за границей в Европе, и пытался быть в более цивилизованном месте, где ты можешь наслаждаться жизнью, как ответственный взрослый человек. И тогда это позволило мне расслабиться, а затем вернуться сюда. Главное в том, чтобы вернуться сюда, это то, что ты должен быть готов к бою, а я больше не хочу драться. Я просто хочу быть в состоянии помочь обществу и людям. И поэтому мне придется оставить себе место в Европе, чтобы поехать и расслабиться, а затем вернуться, чтобы быть в состоянии терпеть эту ситуацию. Так что жизнь для меня имеет большой смысл. Я наслаждаюсь жизнью. Это похоже на величайшую, лучшую часть моей жизни за всю историю прямо сейчас, в этот момент. Это просто радость. Но ты ведь тоже немного наслаждаешься боем, или нет? Нет, на самом деле я не хочу этого. Я устал от этого. Я спрашиваю себя, почему? Ты пытаешься, а я пытаюсь помочь людям увидеть, как они могут быть счастливы. А потом люди борются со мной за это. Я не хочу быть счастливым. Я хочу быть невежественным. Оставь меня в покое. Вот что говорят люди. Так в чем же источник радости для тебя, когда ты расслабляешься? МДМА – это источник и место, где тебе не нужно беспокоиться о законах. Это похоже на Европу. Ты можешь чувствовать себя по-настоящему свободным. Да, героин может быть даже приятным местом, если я нахожусь в своей голове. Но с другими МДМА – это здорово. Такие хорошие друзья, хорошая еда. Все как обычно. Да, да, это так. Семья, любовь. Да, это правильно. Карл, ты невероятный человек. Ты действительно заставляешь меня думать, что все к этому прислушиваются. Ты такой, я действительно рад, что ты существуешь. Я знаю, ты говоришь, что тебе не нравится борьба, но я действительно рад, что ты ведешь борьбу, потому что это поможет многим людям. Это поможет, по крайней мере, многим людям задуматься и бросить вызов современным условностям. И, возможно, бросит им вызов найти радость. Я действительно ценю, что ты тратишь на меня свое драгоценное время. Это была потрясающая беседа. Большое тебе спасибо, что поговорил со мной. Спасибо, что пригласил меня, чувак. Спасибо, что выслушал этот разговор с Карлом Хартом. Чтобы поддержать этот подкаст, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими спонсорами в описании. А теперь позвольте мне оставить вас с несколькими словами Фрэнка Заппы. Наркотик — это неплохо. Наркотик — это химическое соединение. Проблема возникает, когда люди, принимающие наркотики, обращаются с ними как с разрешением вести себя как мудак. Спасибо, что выслушал, и надеюсь увидеть тебя в следующий раз.